И в завершении выпуска в Наташинском парке прошла благотворительная акция в поддержку бездомных животных «Дорога домой». Ее куратором выступил проект «Котовский эндсобакен». На мероприятии можно было познакомиться с обитателями приюта, а понравившихся собак или кошек забрать домой. Кроме этого, в дар животным можно было оставить корм, когтеточки, миски, игрушки и другие нужности. Грета, зайенька моя, ты моя девочка красивая, умная моя, сладкая, да. Семилетняя Грета уже шесть лет живет в приюте. Туда ее годовалым щенком привел хозяин. Сдал, как по ошибке, купленную вещь за ненадобностью. Собака с грустными карими глазами находится под кураторством Ирины Нестеровой. Девушка встала на путь волонтера четыре года назад, хотя и до этого времени не была равнодушна к проблеме бездомных животных. Вот и сегодня Ирина пришла поддержать благотворительную акцию «Дорога домой». В выставке это, конечно, эффективно, но только с точки зрения того, чтобы людям объяснять, что это не страшно, что собаки из приютов очень социализированы, что они достойны жизни в доме, что они ничем не хуже тех породистых, которых можно купить за деньги, они будут даже вернее и сильнее вас любить, потому что они никогда не забудут то, что с ними происходило. На сегодняшнем мероприятии выставки проходившие мимо люди и те, кто пришел сюда специально, действительно знакомились с приютскими животными и помогали им, чем могли. Здесь можно было что-то купить на благотворительном маркете или отдать корм, лекарства, игрушки и другие нужности для собак и кошек. В основном о подобных мероприятиях люди узнают через социальные сети. Там был клич о помощи, что нужно что-то собрать для животных, и вот мы пришли. А что вы принялись? Кормом, лоточки, чесалки, одеялко старое. Благотворительную акцию «Дорога домой» организовал волонтерский проект «Котовский ансобаки». Для них это уже четвертое подобное мероприятие. Организаторы проекта очень надеются, что благодаря подобным выставкам у приютских животных появится больше шансов снова стать домашними. Люди приходят, но все-таки что-то, наверное, останавливает от этого решения, что сегодня я возьму. Обычно люди потом приходят в приют, еще какое-то время общаются с животным и уже тогда принимают либо решение взять домой, либо вообще остаются волонтерами в приюте. Проблема бездомных животных в нашей стране вообще и в городском округе Люберцы в частности требует комплексного подхода. В первую очередь нужно признать, что она есть и что ее масштабы давно уже вышли за рамки отдельно взятого случая. Также нужно привлекать внимание общества к этому явлению. Вместе с тем важно отметить, что работа волонтеров и неравнодушных людей дает свои плоды. В этом году люди, зная уже, что пройдет такая выставка, вот с утра подходят и говорят, а мы хотим себе забрать котенка. Кто-то уже идет с утра с кормами, уже знают они, уже несут. И да, по сравнению с тем, что было в прошлом году, в позапрошлом, есть действительно прогресс. Благотворительная акция «Дорога домой» приурочена ко Всемирному дню защиты животных. Напомню, он установлен 4 октября. Эта дата призвана напомнить, что все звери нуждаются в нашей заботе и защите. Традиционно в этот день во всех странах проводятся акции и благотворительные мероприятия. Их целью является воспитание чувства ответственности в людях за все живое на планете. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.